привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня мы начинаем проходить серию silent hill начинает самой первой вот этой игры которая вышла в девяносто девятом году в принципе на мой взгляд именно эта игра во многом поразила собственно развитие жанра и указал дальнейшего направления но при этом выглядит она по нынешним меркам как минимум страшно поэтому люди которые привыкли к хорошей графики и цените в первую очередь сейчас рискуют получить разрыв шаблона вывих мозга и тому подобное так что давайте начинать игрушка на мой взгляд одна из лучших серии если не самая лучшая многие любят вторую часть ну я по-моему наибольших впечатлений набрался от первых хотя честно говоря не помню поэтому это будет скорее всего слепое практически прохождение потому что играл я в нее именно на момент выхода я помню играл соседом был совсем маленький это было круто очень боялись этой игры наш герой гарри но приехал сайлент-хилл потому что его дочь попросила и кстати именно отсюда это скопировали фильме сайлент-хилл если кто не помнит там дочка все время просилась в этот город так графика как видите превосходно градис 3 или где-то даже выше вот вы забудете про это минут через пять так что не заморачивайтесь на графику смотришь первые пять минут тихо здесь слишком тихо смахивает на город призрак шерил играю я на геймпаде от xbox 360 в принципе вроде как все настроилось достаточно удобно но возможно у нас будут какие-то перебои с управлением в первой серии если что мы это подправим так ну что давайте осматриваться где мы находимся вообще кругом идет снег в фильме это оправдали тем что идет какой-то пепел но это полный бред в сайлент-хилле всегда идет снег именно вообще фильм бред по сути жопа страшная но при этом сам по себе неплох шаги я еще помню в игре просто офигительный звук то есть хоррор чем пугает в основном конечно же звуком тут с этим все хорошо как вы слышите даже эмбин просто уже тревожит дочь нашего главного героя я помню на тот момент когда вышла первая часть баллом правил президент его своими двухмерными задниками вот эта игра она была одна из первых полным 3d в таком жанре это выглядело достаточно круто на тот момент графон на тот момент просто дико тащил я помню примерно в это же время metal gear solid 1 вышел тоже от konami это было две игры которые просто натурально продвинули свой жанр и вообще были знаковыми для playstation так дочь а подойдите сюда это убегаешь а подожди там что-то было ну я с моим вниманием скорее всего даже если там что-то есть в упор не замечу ладно мы пока бежим за дочкой стать именно в первых трех сайлент-хиллах город сайлент-хиллу всегда узнаваем то есть вне зависимости от части можно найти именно пересечения местах которые ты допустим бывал в предыдущей серии то есть они за исключением графики именно по топографии вообще не отличается сирена на заднем плане господи иисусе что это и и перешагнули кого-то тут рвали просто там на стенах разводы вот это помните фильме вот такой таблет камеры его просто один в один скопировали из игры то есть вот тут она пробегает это меня помню когда увидел фильм достаточно сильно ностальгические воспоминания короче говоря вызвала странно становится темно думаю это лучше чем совсем ничего так это чё там за звуки такие еще один символ серии сломанное инвалидное кресло что она не сделает она мать блин а звук то вообще какой то страшный что это это труп гарри ты посмотри ну так аккуратно по моему надо валить отсюда не съем не твои дочки кровопотеки на полу доча отзовись что-то здесь совсем все плохо на мы на какого тренировка по липи и не помню кто то такой вале вале куда-нибудь камера какая-то удобно откуда здесь забор я что в ловушке отлично с чуть было более что-то как-то даже неприятно было в очередной раз показывает что в принципе неграфоном пугает то есть это был сон это себе фильме кстати играет та же актриса которая играет андре в сериале этого киндет а вот это и нынешний как дуфе о как бы не рун овер баят рак Но я все-таки хорошо, я думаю. Смешно слышать. Ты из-за здесь? Почему ты скажешь мне, что произошло? Смешно, я просто турист. Я пришел сюда для отдыхания. Я просто пришел сюда. Я не знаю, что произошло. Я хочу узнать, что я сам. Угу. Ты видишь маленькая девочка? Она просто 7 лет назад, маленькая, черная, черная. Моя дочь. Извините. Моя дочь, я видел в этой городе, это ты. Где все-таки? Я скажу, если бы я знал, верю в меня. Но из того, как я могу сказать, что-то из-за чего-то происходит. Это все, что я знаю. Что ты имел? Harry. Harry Mason. Это мой репортный исшел. Сибилл Беннетт. 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 Вот и поговорили. Так, я сразу хочу сказать, что это по сути слепое прохождение, потому что я ничего не помню и, возможно, я буду судить о некоторых вещах. То есть я ничего не помню, при этом вселенная Silent Hill, она очень проработанная, очень глубокая. Возможно, о некоторых вещах я буду судить неверно. Что-то буду неправильно толковать. Но это только потому, что я знаю не больше тех людей, которые играли в игру первый раз. По сути, не помню вообще ничего. Так, это у нас сохранение, по-моему, такое. А там что такое? Study Dammit. Типа, учись, черт побери. Возможно, кому-то после меня еще доведется побывать здесь. Надеюсь, ему помогут мои записи. Конечно, помогут. Ему пистолетовый помог. Не более. Так, кафе. Лечебная настойка. Взять ее. Фонарик. И что это, карта? Карта старого Silent Hill. Взять ее. Взять. Что там? Что там было за окном? Я сейчас выйду, наверное, и что-нибудь будет это самое. Так. Стойка. Кухонный нож. Отлично. Интересно, а как стрелять? Какой кнопкой? Я думаю, квадратиком. Радио. Похоже, сломано. Во всяком случае, ничего не слышно. Кстати говоря, радио еще один из символов Silent Hill, который в поздних сериях был утерян. При приближении монстров он начинает фонить, шуметь этот приемник. Таким образом, мы узнаем, есть ли поблизости кто-нибудь. Вот таким образом. Ну и сейчас, значит, нападут. Боже мой, а мать тут кто-то. Это не драма. Что случилось в этом месте? Отлично. Это что за хрень такая? Все патроны потратил, мне интерес нет? Так, со здоровьем что? Не совсем понимаю, что значит вот это вот со здоровьем, потом какой-то мелькающий экранчик. Ну, ладно. Возьмем. Нет, пока не будем применять, ладно. Успеется. Так, ну что, наш первый монстр, по сути, которого мы убили. Давай, сохранимся по этому поводу. И, в принципе, выходить. Начинать искать свою дочь. Культовая игра во многом, повторюсь, определившая развитие жанра. Именно после нее пошли вот эти вот все приколы. Возьму-ка я ее с собой. А, точно, рацию. Как с камерой? Как вот именно с прицеливанием? Ты вплоть до Resident Evil 4? Наверное, Silent Hill был именно как стандарт. Это Resident Evil 4 уже более-менее продвинул. Так, а рацию, интересно, нужно надеть, нет? А, нет. Включается, выключается. Одним нажатием кнопки. Можно носить в нагрудном кармане. Круто. А, это же фонарик, я смотрел. Не поймешь, с таким количеством полигонов, что есть что. Так, включено. Транзисторный радиоприемник издает шум, если поблизости есть монстры. Супер. Хорошо, давайте двигаться. Мы сейчас на улице Бахмана. Куда же нам идти? Каких-то ориентировок у нас нет, так что придется, похоже, двигаться на Абум. Так, ну и что. Наш первый выход в город. Куда могла пойти Шерил? Сдается мне. Надо еще раз посетить тот переулок. Улица Финяя какая-то. Текстуры, конечно, 99-й год. Ну, в принципе, понятно, где мы находимся и куда двигаться. Так, хорошо. Ну, здравствуй, Сайлент Хилл. По тем временам игра вообще просто сшибала именно своим ощущениям открытого мира. Это было не так распространено, как сейчас. Поэтому что-то такое, что-то с чем-то было. Патроны к пистолету. То есть, по сути, огромный город. Хотя, конечно, там с препятствиями. И на самом деле, если вдуматься, тут идешь по кишке, просто в ней есть развилки. Но по тем временам это казалось огромным, дышащим миром, где можно пойти куда угодно. Вот. И такие дела по тем временам были непривычны. Так, хорошо. Что у нас тут? Кстати говоря, в игре, по-моему, 6 концовок, что ли, я не знаю. Метрополь. Интересно, куда нас пустят? Нет, не пустят. Несмотря на прошедшие... Сколько? 14 лет, получается. Окружение выглядит довольно сносно. Сам герой, конечно, про него этого не скажешь. Так. Нам сейчас нужно на запад куда-то вон туда двигать. А что на север? Поначалу туман этот он... Позже он стал уже визитной карточкой серии. О, кто-то где-то поблизости есть. Я, пожалуй, не буду вступать в бой. Ну, нафиг. Ой, тихо. Хорошо. Вроде спрятались. Короче говоря, поначалу туман вот в первой части серии обусловлен именно тем, что PlayStation 1 на тот момент уже старушка просто не тянула отрисовку помещений. То есть, большую дальность прорисовки. Поэтому их скрывали с туманом. Такой был и в этой игре. Сайфон фильтр еще была. Шутер от третьего лица. Тоже там тумана было практически на каждом уровне. Вообще, PlayStation 1 это целая эпоха. Наверное, моя любимая консоль. На ней все мои любимые игры. Первый Metal Gear, Final Fantasy 7. И ту, и другую я, кстати... О, аптечка круто. Играл уже лет по сто. Сохранимся. Ну, не зря сходили, чего уж говорить. И где же наша дочь? Все, похоже, можно выходить. Сейчас мы двинемся уже туда, куда нам нужно. Я надеюсь, эта летающая бабайка не будет за нами играться. Потому что очень не хотелось бы. Иначе придется убегать. Баби. Так, это мне нужно сейчас... Ну, в принципе, нормальный, да. Жим. Неприятные тварюги. Конечно, не очень удобно, что временами не поймешь, куда ты сможешь выйти, куда ты сможешь выйти. Тут никакой вообще подсказки, какую дверь можно открыть, нет. Поэтому, по большей части, вот эти вот дома закрытые, в них тупо долбишься в двери. Не понимаю, сможешь войти, не сможешь войти. Временами на один, там, сто домов действительно что-то получается. В игре, кстати, полно секретиков с этими домами связанными. Так, та самая аллея, в которой мы были. Ой, он гонится за нами. Входим. Спереди еще что-то есть. Липона, мать. Собака. Ой, бежим. Ой, еще одна. Опасайтесь, псов написано. Ну, как-то так. Блин, ты посмотри. То самое место. Нет, здесь явно харчили кого-то. Посмотрите на эти разводы на стенах. Кишка вон размотанная, лежит за угол, куда-то уходит. Красота. Гарри, Гарри. Это было тупой затеей, вести дочь в непонятный город. Просто потому, что она попросила. Здесь мы пробегали. В прошлый раз тут где-то орала сирена. И внезапно стало очень темно. Теперь тут не так страшно. Тем более у нас есть пистолет теперь. Если эти непонятные недоросли на нас еще будут нападать. Мы им постучим. Так, это что? Что это такое? Патроны. Хорошо. Отлично. В школу. Локализация, кстати говоря, пиратская, но при этом очень хорошая. Интересно, а почему так голос порится? Так, в школу. Школа у нас на другом конце города. Сейчас придется пилить порядком. Я во всей игре, в первом Silent Hill, единственное запомнил, как я в отрочестве боялся школу. Так что теперь мне, честно говоря, не хочется туда идти. Так, эту трубу можно взять? Хорошо. Обложка альбома. Этот рисунок... Это я. Нормально. Это первый рисунок в альбоме. Я подарил его на день рождения, когда я исполнилась пять лет. Что, выходим отсюда и пытаемся найти путь. Неприятно. Надеюсь, здесь никто не вылезет. Вообще, знаете, я хочу попробовать разобраться с этими собаками. Тем более, у нас труба есть. Теперь можно трубой поломать. Я думаю, сейчас огнестрелами положим. Да! Да что ж ты... Упор-то, на самом деле, боевая система. Таптать не надо. Так, хорошо. Что-то со здоровьем, по-моему, не очень хорошо, поэтому давайте подлечимся. Я думаю, мне эти аптечки, конечно, в будущем пригодятся, но не помешают. Ну, стойка, конечно, что надо. Ну, давай, иди сюда. Да. Так мы долго, походу, блин. Ладно, валим к чертовой матери. Кого только нет. Икона, мать. Так, я думаю, они отстанут. Если не отстанут, то будет печально. Смотри, догоняют меня. Фух. Как там говорили, боевая система в хорроре должна первым делом развивать сложность у игрока. То есть, должна быть корява, неудобная, тогда будет страшнее. Ну, возможно. Куда это я пришел? Блин, надо бежать. Эти мосты слишком сильные. А-а-а, ты, если ты, я. Престол. Так, а тут еще один датусует. Ладно, на самом деле, я иду сохраниться просто. Фух. Блин, а игрушка сложная. Я бы не стал этого отрицать. Так. Магазин. Моя главная проблема, что я все время сохраняюсь на один и тот же слот. Поэтому давайте мы сохранимся на два теперь. Если этот слот пропадает, то мне приходится испытывать определенные проблемы. Так, ну график, как видите, вот так. Сейчас вот сами посудите, у всего уже на нее больно ты не смотришь, не обращаешь внимания на то, что она страшная. Ну, она страшная, да. Так, хорошо, куда же мы идем? А что будет, если попробовать выйти из города, пойти на восток? Сейчас попробуем. О, тут где-то спереди, я чувствую. Ой, тихо, тихо, тихо. Что-то такое ощущение, что я сюда... Ах, зря пошел. Просто вот этой трубой собаку поймать на подлете, похоже, мало реально. Я один раз поймал, но это было слишком коряво. Ох, что это так грохочет. А, ну да, понятно. Кругом провалы. Луч льва. Ух ты. Интересно, а зачем он мне? Потроник пистолета. Да, труба, конечно, мега опасное оружие. О, смесли. Да, набивает быстро, надо за здоровьем посмотреть. Фу, короче, ключ льва, это полезно. Когда у Гарри в руках нестрельное оружие, при нажатии кнопки действия, он будет стрелять в ближайшего врага, капитан. Понятно. Короче говоря, труба здесь какая-то вообще совершенно невменяемая. Но, тем не менее, давайте, наверное, первую серию на этом и завершим. В следующей серии возьмем уже ключ льва и посмотрим, для чего он нам вообще нафиг нужен. Как бы там ни было, надеюсь, вы так же рады начать прохождение этой серии, как и я, потому что Silent Hill, у меня давно уже на него чесались руки. Повторюсь, пройдем все игры серии, которые где-либо выходили, кроме каких-нибудь там Silent Hill Book of Memories на PlayStation Vita, просто потому что это шлак полнейший, ну и тому подобного. В общем, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok